всем привет дорогие друзья с вами снова я тайфун и о боже мой наконец таки я вернулся предыдущая неделя вышла очень тяжелой и не было времени не то что отснять даже выложить на youtube готовый материал но эта неделя закончилась и я очень этому рад вот такое вот было предисловие теперь к самой теме ролика самый сложный этап пройден без класса обновления добавила больше всего шапок винтажного типа и сейчас уже будет чуть-чуть полегче все мы прекрасно знаем что сейчас почти все предметы до чего уж греха таить все предметы делает комьюнити но вам когда-нибудь было интересно какие были самые первые предметы созданные сообществом если это так то это видео специально для вас шапочные истории первое обновление сообщества погнали предмет был создан соли рэс я надеюсь что я правильно прочитал ник и примечательно над тем что когда только-только появилась в игре называлась шапкой рэпера ну и как тут можно забыть про наших любимых лаймовых друзей предмет был создан а из дайв ну начнем по порядку во первых шутка про анимешни ну а во вторых история как будто в переводе с японского означает шлем по крайней мере так не сказал его величество google переводчик а еще на знамени как будто обычно гравируют символ семейства но в случае солдаты эта ракета можно я пожалуйста не буду пытаться произнести первое слово в названии этого предмета а спасибо в общем та самая непроизносимая часть является отсылка на реально существующих слизней в австралии а внешний вид это жирнющий намек на мозговых слизней из футурамы также не знаю знали вы или нет но если вы совершите убийство с этим предметом то все игроки которые сейчас находятся в пиролянде увидят килл фиде что он помог вам в убийстве и это довольно интересная маленькая деталь это шляпа сутенера а шляпа сутенера носят кто правильно сутенеры в принципе у этой шапки никакой истории нет поэтому пусть будет стереотип все вы прекрасно знаете своих типичных w mouse вам поджигатели которые нажимают одну кнопку и каким-то образом убивать уральскую команду этот подрывник что-то подобное правда вместо огнемета он использует бомбы липучки и две кнопки мыши серьезно я ни разу не видел чтобы хоть одна липучка от этого дэма продерживалась хотя бы секунду он тут же ее взрывает стреляет взрывает стреляет взрывает проще говоря грязный стики спамер английское название предмета hound dog является отсылкой на песню rvsa пресли по образу и подобие которого была создана эта шапка вернее сказать волосы вернее сказать прическа автором предметы является троеточие смисси я все не перестаю удивляться креативу местных никнеймов ну начнем по порядку во первых английское название и текстура огня является отсылка классическим машинам с форсированным двигателем также называемым ход родами на которых часто наносят огненные рисунки ну и пожалуй самый интересный факт так это то что фильме ход рот играл актер гранд гуди в который собственно и озвучивал инженера в английской версии игры а еще при переносе построек визор этой сварочной маски уходит вниз но скорее всего это уже все прекрасно знали благодаря веселому бородатому мужичку смешной шляпе автором предмета является герри и по его словам на создание этой маски ему потребовалось полчаса что весьма и весьма впечатляет потому что на создание этого ролика у меня ушло это больше времени эта шляпа была популярна у исследователей 19 века благодаря своей легкости и хорошей защите от жары и насекомых предмет был создан до vision и вот скажите мне пожалуйста когда в последний раз видели шпиона носящего судейский парик лично на моей памяти это было месяца два назад это я до этого ни разу такого шпиона не видел ну правда зачем он такой офигенный парик когда есть шляпа обольстителя ну собственно видео подошло к концу следующем ролике я буду обозревать шляпы второго обновления сообщества и к сожалению на этом обновлении шляпы винтажного типа заканчиваются всем пока желаю приятного дня а